Продолжение следует... 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 А тогда этого ничего не было. У них не было кассы, потому что у нас молодые военные были кассы 43-го года. И это правда. Это были такие кастрюльки. И тогда действительно при нашем содействии, при содействии нашей администрации, собрали новое дело. И создали частный клон обороны крови. Частный государственный. Никаких бабушек, как сказал Белпрокурор, где-то там, на какой-то коллеге, туда не платили никаких денег, потому что у нас даже не было трехстачного номера, поскольку для этого нужно было получать постановление Кабинета Министа. Это был частный клон, который мы сформировали для Волонпоя. Куда Коломойский влиял своих средств до миллиарда гривен. Миллиард. Не семь миллионов, не пять, не восемь. Куда я лично влиял порядка двухсот миллиардов своих собственных средств. Я не бедный человек, я занимался бизнесом. И за эти деньги покупались касты, в дороге жилья, покупалась обувь, покупалась форма, покупались шутки. Начали производиться сухпайки. За эти деньги приобретался транспорт. Долгий, различный. Вот такой можно было, такой было. За эти деньги тогда к нам обратилось бюджное командование, которым командовал генерал Хамчатка. Генерал Хамчатка пришел к нам в администрацию и сказал, что у меня нет ни аккумулятора, у меня нет колес, у меня нет шин, у меня нет ничего. А нам в аэропорт перебазировали авиаполк истребители. И вот перетранспортировали, но террасина не было. Самолет не был там. И тогда Коломойск за свои деньги, за свои деньги, Суперхотна, за правила эти самолеты, эти танки, абсолютно безоплатно. Никто до сих пор по сей день не выставил никому шок. Я продолжу дальше, Ваша честь, если Вы позволите. Если позволите. Это интересно просто. Я не заполучу, что это очень интересное, но я прошу Вас передозрить Вашу поясненную, до подозры, про яку зазначаю проблему. Вот это мы подойдем, Вы поймете. В апреле месяце фактически Донбасс уже загорелся. Славянский шриборизм. Весь Донбасс был оккупирован террористами и сепаратистами. И тогда мы действительно сумели, через Министерство обороны, официально, получить наряды на оружие для солдат, для тех батальонов, которые мы сформировали. Это было стрелковое оружие обычное фигурное поле. Больше у них ничего не было. У них не было бронемашин, у них не было пулеметов, у них не было ничего. Тем не менее, уже тогда, кажется, мы понимали, что батальон Донбасс, который формировался тоже в Мипропетровской области, так же, как и батальон Донбасс, так же, как и круги батальона Шахтерск, Торнадо, не все были прикомандированы в Днепропетровскому области, формировались у нас за счет вот этих фондов, так же, мы их отдавали в его месту дислокации за обмундирование. Вот тогда, фактически, они вышли на границе Днепропетровской области. Батальон Донбасс ввязался в первый бой на границе Днепропетровской области. Это было Карловка, Иска, Карловка. Это были неудачные бои, они потеряли людей. Ну и важно. То есть, мы понимали, что если мы не окажем сейчас такого-то церкви, что упали в днице Днепропетровской области, что такое Днепропетровская область? Донбасс – это всего лишь уголь, именно на логическом мощности. Да, уголь – это плашная пространство. Но Днепропетровская область – это марганцевые руды, это железные руды, это железные руды, это бюджмаш. И так далее. То есть Днепропетровская область, если бы упала, то сегодня были бы с вами все, в том числе и эти партнеры. Они бы жили сегодня в другой стране, в другой, которая была бы поделена под Днепру. Не было бы сегодня в Украине ни Днепропетровской области, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Девской, ни Запорожьей. Потому что в Запорожье год не было губернатора. Фактически мы осуществляли патронат над Запорожьей, и с другой стороны над Девской. Для того, чтобы замкнуть, мы сделали так называемую операцию «воскорбуксы раскрытия». После этого в мае месяц, это было началом, я как помню сейчас, Андрей Брунев, Народный депутат Дмитриев. Мы обратились к Турчинову, рассказали ситуацию, когда исполнял обязанность президента, о том, что в рации физиопактически на пороге Законского области не наступили. Турчинов сказал, «Ну, если вы что-то можете, не делайте». Потому что мы сидя в двери, он не занимался очевидно массой людей. Таком мы провели полицейскую операцию, в прошлом году. В ней погибло два человека и детей. Не тысячи, а два и тысячи. Мы освободили город Краснодар, город Баллиупов, город Доброконниев, город Александров, город Новоселупов, город Новоселуповский район Семьям которых Игорь Коломойский убил квартиру. Сразу же. В мае месяце мы фактически без потерь взяли часть Донецкой области, включая Мариупа, и выстроили оборонительные сооружения совместно с южным командованием, генералом Кончатуре. Эти оборонительные сооружения знали армейские подразделения и подразделения терапораций, которые были сформированы где-то другое строительство. Это просто история ваша. Это история, которую нельзя забыть. Она пропущена через внутренность. Я это говорю вам, потому что здесь много людей, многие из этих людей прошли разные стадии этой истории. Я ее прошел от начала и до конца. Ну, во всяком случае, до того конца, пока мы были в администрации, и пока я не оказался здесь. Тогда в мае месяце баллотировался президент Петр Алексеевич Порошенко. Я, как сейчас помню, он набрал меня на мобильный телефон сам и сказал, «Геннадий, вы герой!» У меня даже сохранился ему номер. Я говорю спасибо, но я не воспринимал это как-то так. Мы позвонили, позвонили. В конце мая были выборы президента. По-моему, 25 мая 2014 года. Тогда в мае месяце. Я хочу, чтобы все слышали. Это чистая правда все, что я рассказываю. И все должны это знать. Тогда в мае месяце. Все верили, что если мы выберем в один тур президента, то весь этот кошмар закончится. Он сможет уладить ситуацию в Донбассе. Потому что Крым к тому моменту был окончательной потерей. Вы все помните. Он приехал за неделю до выборов в Днепропетровскую область при выборном туре. Мы встретились с ним я и Игорь Базонинский. Он приехал познакомиться, проконсультироваться. Потому что он был вообще не в теме, что происходило, если честно. Просто не в теме. Мы ему тогда сказали, Петр, надо аккуратно убрать. Потому что можно положить много людей. И кто-то должен будет смотреть этим матерям голосом. Матерям, которые потеряют своих отцов. Или женам, которые потеряют своих отцов. Или деткам, которые потеряют своих отцов. Давайте таки начнем. Я Вас дуже прошу. Трошки обмашить Ваши. Я буду сочинять. Я буду сочинять. Я знаю, что все остальные, я тоже встал. Я спал три часа. Если вы начнете полномасштабную операцию в боях, то погибли тысячи людей. Кроме того, у вас не прикрыта граница с Востоком. И оттуда зайдет симметричная сила. Ровно столько танков, сколько вы заведете на Гонбасс. Ровно столько зайдет с Российской Федерации. Банков, фракет и всего остального. Поэтому действовать надо очень аккуратно. Спокоенно. Так как мы действовали в четырех районах. В Мариуполе, которые мы освоили, практически неужели. Он послушал, сделал свои выборы. Выбрал с Афганистана. После этого было много церемоний, балы. В честь выборов и так далее. А тем не менее, война разгоралась. Она разгоралась и разгоралась все больше и больше. И тогда было принято решение начать полномасштабную военную операцию. В этот момент был назначен господин Геретей министром обороны. Который, так сказать, уверенно пошел вооружать флаги над городами Донбасса. В этот момент надо понимать, что даже у той армии, которой командовал Геретей, у них тоже ничего не было. У них не было связи, у них не было кассок кевларовых, у них не было бронежилетов кевларовых, у них не было фурмы нормальные. У них не было, они были в кассовках, это были чернопиджачники, если кто знает, что такое чернопиджачники. Это те, кто шли во Второй мировой войне, первые в бой против фашистов, когда Советский Союз оказывался противником. И поэтому они все приезжали к нам и просили помощь. У меня в приемном стояла очередь для единицы из военных, в том числе из военных покровов, которым тоже нужна была помощь. Потому что у них не было транспорта, у них не было бензина, у них не было вообще ничего, вообще ничего. У них не было тепловизора. А мы уже научились тогда снабжать фронт всеми этими вещами. Заметь, что параллельно мы руководили несколькими областями и поддерживали там нормальную жизнь, медицину, социальную сферу, образование и так далее. И патриотизм. Во всех этих городах рели украинские флаги. Если кто помнит, в Днепропетровске это был вообще, была волна, был бум, когда люди вывесили у себя на балконах в Днепропетровске, в русскоязычном городе, где всегда были вот так вот, партия регионов. То же самое произошло в Одессе, то же самое произошло в Запорожье и так далее. Война развивалась, если вы помните. И тогда, в конце мая, госпожа Савченко попал в плен, в Луганске. Это как раз был момент, когда выбирался Тедор Алексеевич Павшенко в тысячи лет. Я вам скажу честно, они могут проверить. Я периодически вел переговоры с известными террористами, такими как Безлик, такими как Захара, Захарченко, такими как, я не знаю, Ташкент. По обмену пленными, потому что периодически попадали наши люди в плен, и их надо было забирать. И помогала нам даст СБУ, мы совместно с ними вели операции по обмену пленными. То есть пленными, которые попадали нашим войскам, мы сдавали в СДУ, а потом их обменивали на наших ребят, которые обменили там. Я очень прошу поблагодарить, по-перше, всех участников, и прошу еще раз, засыпать ваши обязанности на тех, которые вы знаете. Вот тогда, когда Захарченко попала в плен, я связался с Безлиром. Но у нас встал мой вопрос, можем поменять. Я ее забил откуда, мне нужна некая Наталья Иванова, которая здесь, здесь, чтобы она пили, сидела в СБУ. Я тогда, чтобы мы в Проломойске звонили, Заливайченко, я здесь, в общем, мы, в принципе, почти договорились обменять надежду Сабченко на какую-то там Наталью Иванову, которую захватили там, Донецкой области. Когда Петр Алексеевич стал президентом страны, он тогда не совсем еще понимал, как это вообще происходит. И все было договорено. И в какой-то момент сказал мне, надо, чтобы президент дал добро. Я тогда взял сестру, сестру Задежды Савченко, Веру Савченко, и мы ее можем спросить, и она это подтвердит. В результате этот обмен не состоялся, потому что, в принципе, да, они согласны, но есть нюансы, надо подумать. В результате этот обмен не состоялся, потому что Порошенко не дал добро на этот обмен. И когда я сказал, что уважаемый Борис Евгеньевич Грошкин, я тогда с ним не поговорю. Вам придется менять эту женщину через все международные организации, которые только и есть в мире. Если вы, то не согласитесь на этот обмен. Это будет такая политическая жаль. Простите, я вот передаду, простите. В результате этого обмену такой вот проблем. Но меня не услышали. Тогда впервые не услышали. Ну, бывает. Дальше. Я хочу сказать, что вот шла и история, такая вот, да. У меня были личные беседы с президентом. Он иногда советовался, как не понимается. Но, дело по-своему, допускало шлифов. Потому что он опаздывал. Опаздывал. То, что мы прошли 3-4 месяца назад, он только поздавал. Поэтому он принимал это решение. Поэтому в какой-то момент ваши взгляды на жизнь разошлись. В марте месяца 2015-го. Я так пропустил пока большой кусок. Я если что, оставлю на поток. В марте 2015-го мы ушли в отставку. Днепропетровская руководительница. А когда меня пригласил послодиноватого. И сказал, ну, тут такая ситуация, тебе надо уйти. А чем делать? Ну, ты понимаешь, ты герой, ты многое сделал. Ты все хорошо. И там что-то у вас происходило в этой работодородской области. Что один Господь Бог разберется. Поэтому ты лучше уехать. Потому что ты сидел, поставил 4-й. Я говорю, у меня здесь, извините, двое больных родителей, которых я не унесло время больных. Лежачи. Лежачи. Там, где вы топали сапогами. Вызвольтаетесь до вам. Извините, пожалуйста. И у меня здесь четверо детей. Одному, которому еще и не исполнился боль. Четверо детей, трое несовершеннолетних. Одному, еще и не исполнился боль. Которому скажут, вы извините, но я никуда не уйден. Я не хочу, я живу здесь. Я люблю эту страну. Я здесь вырос. Я не бросил эту страну в тот момент, когда ей было тяжело. Это знаете, как с девушкой или с женщиной. Когда ей угрожает опасность, то именно тот человек, который подставил плечо, является той надеждой. И тех надежным человеком, которые действительно это делятся, а не за день. Мы подставили родине плечо. Не за день. Я не говорю, сколько нам это стоило, и что мы за это хотим назад, или получить какую-то благодарность. Но мы подставили родине плечо в тот момент, когда многие сидели на диване и смотрели, что происходит по телевизору. И не жалеем ничего. Потому что делали это совершенно искренне. Совершенно честно. И не наживали на это ни копейки, а только нереально. И это был наш выбор. Но наши политические взгляды с Порошенко разошлись. Они разошлись в марте месяца, они разошлись чуть раньше, но окончательно в марте. И тогда, в июне месяце, была зарегистрирована партия, Украинское объединение патриотов и голодов. Я являюсь лидером этой партии политической. Я являюсь главой политического совета этой партии. Меня знают все фронтовики. Со мной здороваются простые люди. Потому что у меня были открытые деревья в обществе. У нас не было целей. У нас заходил все те, кто достался. От простого человека до солдата. До генерала. Но это не всех устраивает. И не всех устроено в нашей стране. Особенно в тот момент, когда наша партия на местных выборах взяла практически 9% во всей стране. 9% в среднем. Мы вошли в 18 областей по всей стране. 150 городов проголосовало за нашу партию, где мы прошли 5% порог. Я нечего, что мы проходили на выборах. Я выступал и говорил, что я знаю, что в прокуратуре генеральной есть группа некоего Божила. Божила Зайки, Божила Зайки, которая готовит на меня целый ряд криминальных дел. И я слышал вот эти фамилии. Величко, Руты. Там, правда, не было форда обороны, потому что было отчет. Но я слышал эти фамилии, которые упомянуты в этих делах. Я сказал, что я имею информацию, я об этом заявил в публике, что против меня готовят уголовные дела. Я сказал, что я никуда не уеду, потому что здесь живут мои дети. Здесь похоронены мои бабушки и дедушки. Религиозные евреи, которые живут здесь вместе с украинцами тысячу лет. Тысячу лет мы здесь живем вместе. И поэтому здесь живут мои родители больные. Я их не могу никуда увезти. Потому что у моей мамы болезнь Паркинса. Она не ходит. Она ходит в пеленках, извините за подражение. Где вы переворачивали у нее в доме. И поэтому я сказал, что я не уеду. Будет что будет, я буду делать свое дело и то решение, которое я буду. И сегодня мы имеем, что группа вот этого Божива, которая здесь находится, в виде прокурора. Это та же самая группа, которая фабриковала дела против Юлии Тимошенко, когда их заказывал Дианукович. Это именно эта группа цинично в 2012 году повесила на нее те преступления после Майдана, которые были оправданы, но они остались без наказания. Те люди, которые фабриковали дела. И сегодня власть оставила этих людей на службе для того, чтобы, ваше число, иметь возможность держать на крючке таких, как я. Таких, как вы, извините. Ну, это правда. Не знаю, даже обычных людей, которые все это могут схватить на улице, продержать более 140 часов без единого документа, цинично улыбаться мне в лицо и говорить то, что они говорили, я не знаю. И все это в нашей стране. После Майдана, после тысяч таблицов по Донбассе, после того, что мы защитили Днепропетровскую область, Одесскую область, можно сказать, где-то всю Юго-Восточную Украину, мы имеем вот такую группу прокуроров, которая может все. Они просто могут все. То есть они могут вас схватить. Они могут вам придумать дело. Придумать. Сфабриковать. Там нет ни одного свидетеля. Там нет ни одного фашера. Ну, я же перехожу поближе к делу. Но я же перехожу поближе к делу. И поэтому я пока сейчас чуть-чуть историю эту, как бы, я хочу сказать, что вся эта речь была сказана в том, что дело мы с Поприконовой. Все факты, которые указаны в этом деле, есть полная партнерсовка. Задержали меня незаконно. Я несколько раз не покидал Украину. Я за последние два года вылетал из страны, вы можете проверить по границе, три или четыре раза на короткий срок. Причем дети и родители оставались здесь. Понимаете? Я не скрывался от следствия. Для того, чтобы, как я прочитал в главной газете весть, заходил вчера, случайно увидел у человека на тумбочке, который там дежурит, музыкально, и попросил газету. Там было написано, что батальон Шайтана БАД, я, честно говоря, такой батальон не формировал. Это такое. Батальон Шайтана БАД количественных 500 человек провели спецоперацию, схватили известного, известного преступника, субтитра. Достаточно. Присажите. В каждой честь, я поддерживаю батальон своего союза 20-го и прошу отпустить меня в связи с незаконимым моим субтитрами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.